мы снова в студии шоу подъем на телеканале тнт интернешнл жора ты когда-нибудь слышал о йоге голоса нет это как вообще сейчас узнаем у нашей гости она основательница вокальной школы которая практикует это направление и авторскую музыку писать не забывает у нас гостях алина чижик доброе утро заходите к нам в гости пожалуйста я такая яркая с утра удалось ли проснуться взбодриться ой я сегодня проснулась очень рано для меня это не свойственно потому что я сову не еще то это был подвиг я герой будем будить сейчас вас и наших телезрителей алина чижик гипноз голосом быстро и бесплатно любит работать в дуэте с мужчинами написала авторский трек из-за него задам сразу первый вопрос впервые на сцену вышли пять лет что это было и как дальше повернулась ваша карьера вот после вашего выступления в пять лет на сцене он вообще я помню уже в более сознательном возрасте это было наверное лет мне девять я выступала у сестры на свадьбе далее музыканты и тут пришел мой звездный час мне выручили микрофон я решила спеть из репертуара группы блестящие за четыре моря вот и после этого овации вся свадьба там палатки 130 человек все танцуют да и крестная моя она белорусский композитор алина бизнес он обратила внимание сразу же подбежала к родителям и сказал почему вы ее не отдаете музыкальную школу срочно срочно и уже через пару дней мне покупают инструмент что за инструмент фортепиано то есть это единственный инструмент которым владеете или и у меня есть шрути бокс это особенно шуме и даму потом к этому вернемся вот и все и так началась моя карьера музыкальная закончила музыкальную школу колледж искусств потом педагогический университет имени максима танка и вот всю свою сознательную жизнь пою 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 то есть в принципе если бы в тот момент не та свадьба если вы не в стечении обстоятельства и не крестная и может быть у меня крестная с волшебной палочкой как в мультике золушка вот она палочкой поверила все увидела талант и зажгла вот эту звезду из раннего детства перенесемся сейчас в реале значит современное много кто из вокалистов сталкивается с какими-то экстремальными ситуациями во время во время своих выступлений какие вообще они бывают сталкивались ли вы и как вообще из этих ситуаций нужно выходить очень распространенная моя вот именно ситуация я не умею петь под фонограмму у меня постоянный косяк вечно это как лолита в своем интервью говорил она говорит что для нее целая проблема с петь под фонограмму и я ее сейчас абсолютно понимаю а зачем вообще начинать петь под фонограмму чтобы чтобы не было иногда телевизионной версии требует это формат невозможно настроить звук для теле эфиров и как бы нам приходится артистам вставать вот в эти рамки но вы сами понимаете сами практикующие артисты и в общем у меня вечный косяк с этим я помню еще в студенчестве на втором курсе я училась нас пригласили в огромный спорт комплекс в городе гродно да там проходила борьба был какое-то соревнование по борьбе в общем сидит стадион трибуны все засажены выхожу я такая красавица в красном платье выступать и тогда еще чтобы понимали были фонограммы на мини-диски конечно помните дискеты мини-диски я еще перфокарты помню и в какой-то момент это дискета просто заедает и начинает и я стою и все она поет под фонограмму но это было стыдно и тут крестная появляется с волшебной палочкой говорит неправда нет как она как была всем просто все такие кто это что происходит все нормально сначала наше выступление ну я не помню как там дальше было потому что все было как в тумане мне было жутко стыдно и тогда я себе пообещала что я никогда не буду петь под фонограмму но естественно это все было зря под фонограмму приходится периодически не надо как говорил ронни джеймс это был секрет это никто не слышал ронни джеймс джеймс из группы rainbow артистам которые поют под фонограмму нужно выплачивать гонорары ксерохопиями денег так что в одном интервью вы говорили что с мужчинами петь намного проще почему и с каким мужчиной вы бы хотели спеть дуэть наверное тут какой-то такой женский фактор потому что каждая девушка хочет быть самой лучшей самой красивой на фоне мужчины нет когда если объяснить почему мне нравится больше выступать с мужчинами нежели с девушками вот потому что я тогда себя чувствую королевой я думаю да и рядом мужчина который за ручку поддержит и подождет пока ты первая выйдешь на поклон и тебя там представит как вот жестом тебя проводит ну в общем с кем бы хотелось петь я в этом году была на славянском базаре на последнем концерте на закрытии и там приезжал панайотов а ну панайотов вокалисты крутой конечно да ну да это конечно моя любимая песня новую песню конечно небольшую песню чтобы он спел ну может быть мы что-то и напишем почему бы пропоет мне новую песню главным мы снова вернулись студию шоу подъем на телеканале тнт интернешнл и у нас сегодня в гостях певица основатель студии вокальной йоги алина чижик алина расскажите про ваше участие в телевизионных проектах в беларуси вы у нас принимали участие в академии талантов да в украине в x-факторе в девятом сезоне верно вот что это дало вообще вот в жизни вот участие и какие впечатления вообще остались от академии талантов с фактором мы сейчас не сравним эти два проекта мы понимаем что это разные масштабы конечно и начнем по порядку вот академия талантов ну вообще она открыла дорогу ко всему я познакомилась со многими людьми со многими артистами продюсерами музыкантами с которыми я впоследствии стала сотрудничать и до сих пор сотрудничаю плюс мне выпал шанс поехать полететь точнее в королевство бахрейн вот я работала вокалисткой два года там дальше по возвращению был такой промежуток в два года когда уже где-то наверное меня и подзабыли и имя немножко уже не на слуху я решила снова заняться собственным продвижением так скажем решила поучаствовать на проекте x-factor в украине я приехала туда и у меня было такое впечатление вот кажется ну я только приехала тут мне нужно рассказать свою историю как-то удивить завлечь но было такое отношение как будто бы я там просто не знаю действующая звезда какая-то там при приехала тина карель а не лорак возле меня носились мне подносили то чай то кофе помню это отношение такое прям там носились вокруг тебя алиночка алиночка и это меня так удивило и наверное это так немножко повышает самооценку это уже более уверенно выходишь на сцену знаешь что там тебя за кулисами поддерживали тебя там и утешали и вдохновляли основатель уникальной школы вокальной йоги что это такое я веду не только йогу голоса я веду еще и вокал и сейчас наверное у меня больше все таки упор пошел на вокал все йога йога не все но вот у меня где-то я чувствую бывает заканчивается этот ресурс потому что видимо растрачиваю его на что-то другое и тогда я прекращаю занять а потом снова возобновляю вообще йога это моя отдушина я скорее делаю это для себя в чем суть йоги или это просто такая философия какая-то философия отношения к вокалу что это что это такое в том числе вообще йога в переводе санскрита означает связь получается ты связываешься с собой с истинным с природным через голос не нужно воспринимать это буквально йога голоса значит мы там не знаю растягиваемся или растягиваемся собаки пози фрези меркури садимся например захотелось изучать голос более углубленно я понимала что это инструмент который можно не только доставлять наслаждение слушателю но и самому исцеляться и вот йога голос это как раз так инструмент который помогает просто восстановить свой баланс какой-то гармонию и войти в новое состояние и это тоже да можно войти в транс какие состояния вы входили с помощью вокальной йоги ой это вообще это состояние ты ты вылетаешь в космос может тебе это окажется но на самом деле после эффект колоссальный и мне многие сейчас звонят и спрашивают когда возобновятся занятия вообще все кто не умел говорить либо разговаривали очень тихо и боялись самовыражаться они наконец-таки открыли рот и стали говорить и это уже большое дело потому что приходят люди которые просто боятся звучать а есть какая-то другая история чтобы например очень человек очень любит говорить чтобы он пришел на йогу и как бы рот закрыл и больше никогда уже да потому что если он много тараторит я парочку людей хочу вам просто значит он живет в стрессе и в каком-то постоянном вот волнении мы его приведем в порядок и нервы сейчас будем испытывать методики если это возможно действительно делаем сейчас пару таких упражнений но желательно его делать конечно же самостоятельно в тишине и 15 минут минимум выключите свет пожалуйста тогда больше эффекта давайте чтобы наши зрители тоже потом попробовали сядьте удобно чувствуете прямой позвоночник да что энергия течет плавно по позвоночнику в грудном пространстве в центре груди как будто бы открывается рот рот именно вот прям представьте рот в центре груди и мы поем прямо из груди и при этом смотрите что вы должны визуализировать то что плохое плохая энергетика плохие какие-то ощущения не знаю что вы там сегодня с кем-то поругались обиделись уходит а хорошая приходит наоборот как будто бы солнышко заряжает вас и звучим так уже слишком рано открыли глаза да посмотрите на меня я покажу что мы будем делать что портишься звучим открытый с придыханием звук х и раскрываем помогаем себе вот таким вот распахивающим жестом можете даже представлять что вы открываете окно ставни на прекрасный вид с океаном либо горами поехали я начну на х на хас придыхание на х мягкий звук звучим из центра груди небольшие а теперь добавьте жест это очень важно пока мы делаем это тоже есть упражнение и она кстати развивает и в точке зрения вокала диапазон звучим с нижней ноты и прям представляем что катаем по себе шарик а мы вернулись в студию шоу подъем на телеканале тнт интернешнл у нас в гостях сегодня певица основатель вокальной студии в гродно алина чужик мы ненадолго прервем наше интервью и сыграем в игру которая называется музыкальный переворот правила игры очень простые будет играть очень известная песня ну как считается очень известная некоторым и она будет играть в обратную сторону что это за песня вам нужно будет догадаться кто раньше тот просто молодец это все на интерес у меня правильные ответы есть потому что я половину отсюда вообще в жизни когда наверное бы и не узнал призов не дают если что она за смелость руку давайте первая песня я как федерико феллини дайте оскар этой богиня да да это правильный ответ вопрос переходим ко второму треку боже как она называется кредо песня да кредо вообще никакой песклявый голос начале аранжировки не нет смысле в аранжировки в начале как элемент аранжировки элементы аранжировки там такой давайте включать оригинал послушаем да это зеверт совершенно верно лиза ты поддаешься что я да я не знаю я честно не знаю что там написано в той бумажке интересно было зеверт это псевдоним или фамилия как вы думаете псевдоним нет я посмотрел зеверт на самом деле фамилия в зевертах же еще единицы измерения радиоактивного излучения или радиации здорово классно там мили зеверт и псевдоним и фамилия третий трек здесь так красиво перестаю дышать что-то там что-то там чтобы не дышать так надо что-то посложнее давайте может быть может быть следующее для вас будет трудно плачу на техно очень на техно я плачу на те по моему это блистательно короче мне можно идти на угадай мелодию до крем сода плачу на техно давайте дальше трек еще краш ты мой краш да ладно чтоб я клаву коку да не узнала ой абсолютно музыкальный слух давайте дальше сколько там нас еще две еще осталось чуть-чуть попозоришься и по и хватит джонни давай мы с тобой сыграем в прятки джонни я ничего не узнаю так надо что-то посложнее прям вот не знаю сложнее последняя песня это просто бонус это еще какие-то индийские мотивы хари-кришна какая-то не хари-кришна но такая религиозная композиция то есть там напоминается да такая на просто либо натали по голосу что-то да похоже какая у натали есть религиозная песня может там какой-то ты мой бог там что-то ну близко да с упоминанием тоже господа я думаю о боже какой мужчина я хочу тебя сына обалдеть где приз приз в студию приз это наши аплодисменты спасибо ну классная игра беспрогрешно как хорошо что подошел концу наш интерактив спасибо большое я мне кажется что тут прекрасно да мы вернулись в студии шоу подъем на телеканале тнт интернешнл и у нас сегодня в гостях певица основательница вокальной школы алина чижи алина какую последнюю композицию вы написали презентовали совсем недавно из-за него да вот я не хотел как раз поговорить с какими авторами сотрудничаете кто аранжировками занимается у меня вообще подобралась замечательная команда в лице аранжировщика музыканта он же написал и текст для этой песни григорий лавыш он сам является действующим исполнителем и участвовал на проекте голос в москве вот был в команде пелагеи музыка приходит сама потоком я просто записываю на диктофон отправляю грише он выдает аранжировку я одобряю говорю да это круто так сходимся с ним там где-то звоню говорю давай здесь там барабан добавим где-то гитарку дзинь 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 что-то зазвенело и вот вот так вот происходит творчество профессиональный разговор на самом деле ребята на самом деле это просто со стороны кто услышит это действительно какой-то комикс но вы не смотрели фильм с леди гага звезда родилась она сидела был момент там точно уже не помню но меня это тоже удивило и я думала что боже неужели так просто я загонялась до этого времени думала что нужно обвеситься этими всеми нотными станами писать но ты на самом деле она просто сидела в баре вот брэдли купер напротив и она напевала постукивала ритм и просто напевал он диктофон песню которая в процессе стала хитом по сюжету фильма так и здесь напеваешь на диктофон звонишь подбирается уже гармония делать аранжировка стилистике которую ты выберешь сам одобришь я помню звоню до гриша гриша вот тут не хватает гитары такой ну знаешь вот это вот он схватывается на лету проходит пять минут вот тебе гитарка пожалуйста если да люди понимают особенно если это очень важно должен понимать что хочет человек поговорим об инстаграме точнее о кости который был у тебя и писала что не можешь точнее раньше не могла выпускать свою музыку потому что боялась самокритики все верно все верно что сейчас поменялось и критики тоже и вообще самокритичный человек я постоянно в себе нахожу какие-то изъяны там я выступлю блин вот вот там вот надо было по-другому макияж делать и там нужно было колготки другие надеть и вот у меня постоянно все куча куча несовершенств но это нормально и даже в процессе вот песни она затянулась выпуск на целый год хотя вроде бы работа была сделана быстро все подключилась команда я тормозила сама я я переживала мне почему-то казалось что где-то вокально я могла бы по-другому раскрыться фразу спеть более там углубленная или где-то там добавить рык где-то там еще какой-то прием и вот гриша благо гриша поддержал где-то какими-то пинками что чижик не тормозит какой-то волшебный пинг есть уже уже песню уже записали на мини-диск вообще мне мечта записать ее на пластинку у меня дома есть пару пластинок битлз я принесу может меня же песня на битлз поверх ноги мне все мне две одинаковые а как же вообще вдохновилась я мне от бабушки досталась радиола в которую встроен проигрыватель с пластинками и вот в общем радиола приехала ко мне в студию на до сих пор стоит раритетная вещь все восхищаются она работает папа мой починил она в идеальном состоянии ну и соответственно с радиолой шли в комплекте пластинки и вот эти знаете там сандра со своими этими пушными прическами так теперь что касается вот выступлений в бахрейне это вот некоторые люди очень хотят туда вот поехать тоже вот выступать как это вообще все происходит то есть те кто хочет туда попасть это как это как это элитная история или просто сел автобус минск бахрейн отправляется автовокзала через 15 минут нет на самом деле я рассказывала что я участвовала на академии талантов там я познакомилась с нашим белорусским продюсером не хочешь ли ты просто даже подзаработать и полететь бахрейна у меня как раз там заканчивался контракт по распределению я закончила колледж и меня ничего не держала и даже манила какая-то неизвестность ну на самом деле было немножко волнительно мама переживала очень мы созванивались по скайпу со всеми моими работодателями это были были белорусские ребята мы работали в нашем белорусском коллективе в нашем белорусском бэнде все девчонки с которыми я пела на сцене мы до сих пор дружим общаемся и многие из них тоже пошли по музыке выпускают свои треки и клипы но опыт хорошие воспоминания такие да супер это было золотое время но раз мы говорим сейчас о музыке настало время той самой музыки пожалуйста исполни для нас свою песню с удовольствием но мы напоминаем что у нас в гостях сегодня была певица и вокальный тренер алина чижик мальчик 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 я выжимаю гас по полной только слишком быстро нету смысла от тебя бей жать лишь луна во тьме зависла где тебя искать Другая ночь, не зная сна, бегу по городу одна, не замечая никого, ведь это все из-за него. О-о-о-о, из-за него. Словно белая птица, полюбила сердце мое, мне в тобой не напиться, хочу только что вдвоем. Прочитай мои мысли, загляни мне в глаза, посмотри и увидишь то, что некультурно сказать. Слишком близко взгляды, искры, невозможно дышать. Лишь луна во тьме зависла, где тебя искать. Другая ночь, не зная сна, бегу по городу одна, не замечая никого, ведь это все из-за него. Из-за него, из-за него, из-за него. Другая ночь, не зная сна, бегу по городу одна, не замечая никого, ведь это все из-за него. Другая ночь, не зная сна, бегу по городу одна, не замечая никого, ведь это все из-за него. Все из-за него.